Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я очень брезгливый, например, лежу возле закрытого бассейна в спортклубе, слышу, что мужчина, который плавал, собирается плюнуть, увидела, как он плюнул на бортик бассейна, меня это очень сильно расстроило и испортило настроение. Как проработать этот вопрос, чтобы меня настолько сильно не бросало брезгливость? Стоит ли в этих случаях жаловаться на этих людей в камере, если они могут проверить? Ну, жаловаться вам на этих людей или нет, я думаю, вы можете решить сами. Это не тот вопрос, который может быть в компетенции психологов, да и вообще, наверное, любого другого человека, потому что жаловаться или нет, это выбор каждого, да? Вот, другой вопрос, что такое жалобы, и я постараюсь рассмотреть именно такое поведение, да, но не в контексте стоит-не стоит и социального какого-то разреза, а именно больше в контексте психологического. Итак, брезгливость, оно же отвращение. Если подумать, что брезгливый человек, чаще всего человек достаточно скованный, жарный до каких-то действий, скупой, точнее, до каких-то действий, на какие-то действия, брезгливый человек часто держится отстранённо, несколько так, особняком, вот, старается дистанцироваться, вот. Это не всегда так, но я сейчас описываю некоторую такую общую картину, брезгливый человек. Так вот, вот ваше такое повышенное чувство отвращения, связано, вероятно, с тем, что вам довольно тяжело держать людей на расстоянии, в комфортных для себя личных границах. Я также думаю, что вы подавляете прямую злость, прямую агрессию. Я думаю, что брезгливость чаще всего, ну, точнее, наверное, не чаще всего, но брезгливость выглядит как некий способ такой партизанской войны, проявления такой скрытой агрессии, проявления такого окольного пути злости. То есть прямо своё недовольство некому адресату, который прямо вам его доставляет, вы не выражаете, но зато вас задевают люди, которые как-то косвенно на вас влияют. Но брезгливость может быть связана и с тематикой грязи. Да, очень часто брезубрызгали люди, тяготеют к чистоте. Чистота – это такой, знаете, элемент нарциссизма, элемент собственной идеализации, стремления к тому, чтобы быть идеальным. Но самое главное – это некий внутренний запрет на, в общем-то, свои желания, на свои потребности, на свои какие-то импульсы, которые человек считает, ну, чистыми, грязными и так далее. Поэтому здесь, само собой, нужно смотреть на всю эту историю, анализируя вашу жизнь и ваше поведение, и ваше, собственно, состояние, ваши чувства, да, повышая уровень вашего эмоционального интеллекта для того, чтобы вы дифференцировали свои переживания и научились их выражать более прямо. Еще один очень важный момент заключается в том, что вы пишете, что вас это сильно расстроило в спортивном настроении. Это важный момент. Потому что говорить о брезгливости вот в том контексте, в каком я уже сказал, можно, но без отрыва, точнее, в отрыве от того, как вы на это реагируете, это было бы, пожалуй, неверно и несколько односторонним. Поэтому крайне важно, чтобы вы раскрыли этот момент. Вас расстроило и испортило настроение, чем, что вы подумали, как вы себя видите и так далее. Совершенно очевидно, что, на мой взгляд, что вы воспринимаете действия человека как некое посягательство на саму себя. То есть посягательство на вас, посягательство на ваше, не знаю, личное пространство и так далее. С другой стороны, то, что сделал человек, он явно выразил свое отращение и пренебрежение. Вероятно, вы сами этого не делаете. Поэтому вас могло привлечь, правда, таким перверсивным способом, то есть обратным способом, то, что он сделал. Но поскольку вы себе это запрещаете, у вас это вызвало такую реакцию. Надо посмотреть, а как часто вы, в кавычках или нет, плюете на что-то. Как часто вы выражаете прямое, открытое пренебрежение, ну, например, тем аспектам, которые вам не нравятся, да, например, и так далее. Наконец, последнее, что я хотел бы сказать, это то, что брезгливыми людьми могут, может, продвигаться такая идея, что, ну, вот, я, значит, как-то вот выступаю за чистоту, да, чтобы не заболеть. Вот такой, может быть, момент, то есть, ну, гигиена, да, значит, какая-то стерильность здесь рассматривается, вот, как, значит, способ себя защитить, защитить, как способ себя уградить от чего-то, что, ну, может, как-то вот не, ну, не нравится, да, может, как-то вот доставлять какие-то неприятные чувства, ощущения и так далее, вот. Такое, мне кажется, мне кажется, тоже может быть. Поэтому, если вы боитесь заболеть, боитесь, ну, например, там, боитесь, допустим, ну, заражения, да, чего-то такого, если вы боитесь, то это, этот момент тоже нужно обязательно преследовать, дело в том, что человек, который боится болезни, болезни, человек, который боится заболеть, он, на мой взгляд, это делает совершенно не случайно, то есть, совершенно не случайно человеку приходит в голову такая мысль, что, ага, я могу заболеть. В этом случае я отклонен думать, что человек в той или иной степени почему-то хочет заболеть, что-то для него это значит, что-то для него в этом и есть что-то важное. Ну, например, он таким образом получит для себя внимание, таким образом получит для себя что-то, что ему важное, получит для себя таким образом что-то, что для него, ну, как-то ценно имеет значение тогда, но в целом, конечно, это довольно такой тоже обходной путь, вот, для того, чтобы добиться того, чего-то, что человек хочет, вот. И, в целом, это, конечно, история не совсем хорошая, именно с точки зрения удовлетворенности, потому что, ну, мы же понимаем, что, если для вас, например, способ, вот, получить внимание, является болезнью, то это может, ну, закончиться, скажем так, не очень хорошо, вот, по крайней мере, вряд ли, на мой взгляд, вы, вы будете этим довольны, ну, просто потому что, кто может быть довольны, да, тем, что он, например, заболел, вот, это, на мой взгляд, вполне логично. Вы спрашиваете о том, как, как проработать этот вопрос, я думаю, что самым лучшим и самым качественным способом это сделать было бы, было бы, была бы психотерапия, то есть, чтобы вы начали психотерапию и как-то вот последовательно, да, ну, себе, допустим, разбирались-то, то есть, так вот, систематично, да, последовательно, может быть, исследовали бы себя и свою психоэмоциональную жизнь, вот, тогда я думаю, что многие вещи вам были бы, ну, понятны и вы бы для себя могли бы извлечь из этого пользу, конечно же, вот, но, в любом случае, решать вам, вот, основные моменты я постарался показать, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, я буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, да, позволит вам сформулировать для себя, может быть, общие направления, то есть, куда бы вы хотели двигаться, вот, может быть, вам что-то откликнулось из того, что я сказал, да, а может быть, наоборот, вы, вот, не согласны с тем, что я сказал, но при этом вам пришла в голову какая-то другая мысль, да, и у вас появилось другое ощущение, что вот, не про то, что я сказал, вот вся эта история, например, а на самом деле про что-то еще, вот, поэтому так важная вот обратная связь, которую вы для себя вот сами, например, сформулируете, да, и вот таким образом, да, как-то вот у вас получится увидеть какие-то важные вещи, какие-то важные детали, вот, которые могут привести вас к корректированию поведения и, значит, улучшению качества своей жизни. А с психологом, с психологом просто это было бы легче, быстрее, вот, а с психологом это было бы, наверное, безопасно еще, потому что вы бы не смогли себе навредить, вот, не смогли бы оказаться в ловушке, допустим, своих, ну, привычных, например, мыслей, да, привычных мыслеобразов, вот, привычных элементов восприятия и так далее. То есть психолог бы вас просто вот направил. Но в любом случае, в любом случае решать это исключительно вам и только вам. Вот я надеюсь, что вы, значит, для себя просто сделаете какие-то выводы. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.